Сколько нужно денег, чтобы начать стартап? Для предпринимателя суперважное качество – это такое фениксовость. Верю я в то, что человек после 50 неудач сможет еще что-то сделать. О, Господи! У тебя все получится! Давай, беги, беги, беги! Это же жизнь! Это шаг для меня? Молоков в последнее время вообще очень циничный. Что я заработаю? Что такое счастье? Счастье – это проживать этот самый момент. Зачем мне вообще нужно ваше приложение? Бросьте эту херню, идите на замок. Стартап – самая яркая мечта и самый быстрый социальный лифт 21 века. Чтобы стать миллионером, больше не нужны богатые родители, престижное образование и финансовые накопления. Придумал классную идею в гараже с друзьями и попал в список Forbes. Реально ли это? И какую цену нужно заплатить за успех? Кто они такие, эти стартаперы? На все эти вопросы мы ответим в нашем невероятном шоу «Акселератор». Его победитель получит личные встречи с лучшими инвесторами из самых топовых венчурных фондов. Кому повезет, мы узнаем в финале четвертой серии. Ну а пока давайте уже знакомиться с нашими героями. Я Костя, мне 36 лет и я стартапер. Я Алена Перминова, мне 34 года и я стартапер. Я Сергей Копов, мне 36 лет и я стартапер. Мы находимся где-то недалеко от Лимасвола в моем недавнем приобретенном доме. Мы вот только здесь обживаемся. Получается, Сережа, что стартаперы так живут? Ну нет, нет. Это вы знаете, я не тем занимаюсь. Спустя 6 лет после стартаперства, так скажу. Ага, понятно. Но это длинный путь уже. Это да. Так, короче, ты получается вот этот потрясающий дом недавно купил. Да, ну надо утащить, что в кредит, конечно, но да. Это важно, это важно. Сколько ты в месяц платишь? По тысяче. По тысяче. И это меньше, чем аренда. Это как бы что в Америке, что в Лондоне, что на Кипре. Дешевле купить, чем арендовать. Получается, в общем, если ты 6 лет выдержишь, выживешь, будешь стартапером, то через 6 лет тебя может дождать вот такая вот жизнь на море, солнце, с бассейном. Я уверен, что можно раньше. Не самая большая зарплата у меня в компании. Ну да какая, зарплата. Самая интересная. На самом деле у меня минимальная зарплата на Кипре 2,5 тысячи. Да, мы в это укладываемся. Ты платишь больше своим сотрудникам, чем себе? Да, да. То есть лид-программисты у нас получают по 5-6. А ты получаешь... А я 2,5 получаю, да. И как ты платишь за такой дом? Ну вот так и получается. Там тысячи-полторы за дом, там тысячи на покушать, плюс какие-то там старые сбережения. А садовник просто говорит, Серега, ты такой классный. Я тебе бесплатно. Бесплатный парень, Серега. А как вот мне интересно, инвесторы, они в курсе, там, они говорят, Серега, а чем ты дом себе купил? Лучше бы взял, да и вложил в нашу игру. Во-первых, мои инвесторы, они как бы, ну, настолько высокооруне смотрят, что в такие мелкие вопросы не влазивают. Они смотрят на уровне, ну, говорят, табличка Пиелет называется, или там финочетность. И в ней я, как бы, самая минимально потребляющая финансовая единица, да. Пока стартап на раннем саде, ты не плачешь большие зарплаты, ты не покупаешь дома, крутые этажи. Семь тысяч евро, извини меня, это зарплата очень большая. Так, Кость, вообще-то. Все относительно. А я сам себе назначил зарплату, да, сейчас моя зарплата семь тысяч. То есть я видел просто ребят, которые подняли там миллион, полтора миллиона инвестиций, сразу купили себе какую-то тачку, квартиру, великоласный офис на берегу моря, там, стул за тысячу евро. Ну, это все на инвесторские деньги получается. На инвесторские деньги. И, ну, через полгода это все закончилось, ни к чему не привыкло. Когда у тебя появляются деньги, я лично воспринимаю те деньги, которые нам не дали инвесторы, как долг. И я очень стараюсь экономно к этому подходить и разумно их расходовать на то, на что необходимо для роста бизнеса, а не для кайфа фаундеров. Сейчас время кризиса для твоего стартапа. Да, сейчас тяжело. Ты два месяца не плачешь зарплату. Да. Ни себе, ни своим сотрудникам. Это очень тяжело психологически. Это тяжело. Ну, слушай, элементарный момент, когда ты спрашивала, как чувствует себя жена стартапера. Как может себя чувствовать жена стартапера, когда она, не знаю, смогу ли я заплатить в этом месяце за аренду дома, и не выгонит ли нас на улицу, и смогу ли я заплатить за школу, и не выгонит ли детей. Ну, вот, ну, так и чувствует. У тебя накопления какие-то были? Нет. Я себе платил ровно столько денег, сколько у меня уходит на жизнь. Просто там за аренду, за школу, за страховки, за что-то еще. Просто на жизнь. То есть я ничего из этих денег не откладывал, потому что я считал, что это неправильно. Ты понимаешь, что, ну, как бы, нет никакой вероятности и гарантии, что тебе кто-то даст инвестиции сейчас? Да, я это очень хорошо понимаю. У тебя есть план Б? Я понимаю, что я не пропадаю. Я понимаю, что мы с женой не пропадем, потому что, через какую бы жопу мы не проходили, и что бы ни происходило, она всегда меня поддерживает. Что будет для тебя отправной точкой, чтобы закрыть стартап? То есть когда ты понимаешь, ну, не работает все. Что должно случиться? Через неделю. Да ладно. Серьезно? Ты сейчас серьезно говоришь? Да, я говорю еще серьезно. Мы шли до какого-то момента... Блин, Костя, прям ты так сказал, это... Мы понимаем, что, несмотря на веру команды, несмотря на веру нас, и на то, что мы нащупаем уже кучу сигналов. Реально, я, во-первых, тебе очень благодарна, что в этот момент ты пришел к нам на интервью и готов с нами говорить. Честно, я вчера думал, стоит ли мне идти на это интервью в текущей ситуации. Можно я перейду? Давай. Тяжело было? Ну, формально по документам я не обязан возвращать им эти деньги. Но я воспринимаю это как личный долг. Мы подняли полтора миллиона евро на текущий момент и потратили за эти три года. За три года полтора миллиона евро. И я воспринимаю это как личный долг. И даже если что-то с Happy Apple пойдет не так... У тебя есть две почки, и вопрос можно решить. Мне надо будет делать следующий... К сожалению, мои почки столько не стоят, или, к счастью... Мы записываем это интервью 4 марта. И через неделю мы будем понимать, как сложилась твоя судьба. У тебя, получается, три года ушло на то, чтобы вот это детище свое возрастить, поднять. Вот нас будут смотреть люди, да? Мы хотим, чтобы вот это видео, оно не просто, не знаю, набрало лайки, да, как ты говоришь. А я вот реально тебе скажу свою миссию, что мне очень хочется, чтобы оно на кого-то повлияло как-то. Может быть, мы кого-то остановим, а может быть, мы кого-то замотивируем, а может быть, мы кого-то подготовим. Я продал свою машину и мотоцикл, чтобы делать стартап. Эти три года мы с семьей жили в вечном ожидании. Вот сейчас что-то произойдет, вот сейчас поднимем денег, вот сейчас заработает, вот сейчас полетит, вот сейчас начнем зарабатывать и заживем. И откладывали какие-то путешествия, откладывали какие-то мечты, какие-то свои хобби, желания. Ну и плюс, естественно, я очень много работал, я очень мало времени проводил с семьей, я чуть не похитил отношения с женой и с детьми, потому что я все время был в работе, постоянно. То есть я либо в офисе, либо на каких-то встречах, либо на каких-то звонках, и даже когда я вроде бы с семьей на пляже, и все равно в телефоне с кем-то переписываюсь. И голова постоянно, самое главное, что мозг все время. Голова, мозг всегда в этом. И, ну, конечно же, мы, ну, я очень много лишался, мы очень много лишались. И я, в принципе, хочу сказать, ребята, если вы хотите делать стартап, делайте это только если вы понимаете, что есть что-то гораздо большее, чем денежная мотивация. Путь фаундера, стартапа, он очень тернист. По дороге вы можете и, скорее всего, много чего потеряете. Там друзей, кто-то теряет семью, деньги, время, здоровье. Кто-то даже жизнь теряет. В конце прошлого года мы проинвестировали в одну компанию, которая попала в этом году в топовый американский акселератор Techstars, в некую фабрику звезд, стартапов, потому что там куются юникорны. Прежде всего нужно принять решение для себя, что ты хочешь почему-то стать фаундером стартапа. Из всяких иллюзий нужно понимать, что это очень тяжелый путь, который многие приукрашивают. И по факту у вас шансов, что вы станете этой звездой, выйдете на IPO или продадитесь крупному интерпрайзу, он минимален, он там меньше 10%. По статистике, если вы будете строить карьеру в компании, даже в технологической компании, вы себя будете гораздо увереннее и лучше чувствовать, строя карьеру, чем делая стартап. Так что же такое стартап? Разобраться в этом нам помогут наши наставники, инвесторы, которые как раз и дают деньги таким стартаперам, как герои нашего шоу. Ну, это идея, которую команда смелых предпринимателей пытается организовать бизнесом. Это группа людей, такие ниндзя, которые готовы на свой страх и риск, делая все и каждый, меняя кучу шляп, протестировать самую страшную гипотезу, от которой прям под жубки трясутся. Стартап – это когда новые идеи, когда люди хотят заработать из ничего миллиардов, потому что это миллион экспериментов. Что такое стартап? Для меня стартап – это проект, который несет в себе некую инновационную составляющую и делается там, где, может быть, в него никто не верил. Если сказать одной фразой про ваш продукт, как это будет звучать? Сенсус – это приложение, которое каждый день может сделать твою сексуальную жизнь лучше. А как помогает твое приложение? Сенсус в первую очередь предлагает персональную практику, как поисследовать свое тело. Что тебе нужно делать каждый день, чтобы чувствовать секс, чтобы хотеть. А что нужно делать каждый день, чтобы секс чувствовать? Определенные дыхательные упражнения, определенные движения телом с направлением внимания в область, не знаю, пениса, вульвы. То есть мы все примерно знаем, что нам нужно спать, nutrition, есть правильно, заниматься спортом, может быть, даже медитировать. То есть вот с этими категориями, фитнесом заниматься, с этими категориями люди уже разобрались. То есть в своем дне, в рутине, ты можешь уделить 10 минут на работу со своей сексуальностью. Сделать упражнение кегеля элементарное. Может быть, сделать какую-то растяжку, которая как раз-таки будет пробуждать вот эту сексуальную энергию. Посмотреть, какие зоны твоего тела чувствительные, а какие нечувствительные. Например, открыть в себе заново элементарные эрогенные какие-то зоны. То есть можно найти, благодаря вашему приложению, можно найти новые эрогенные зоны? Ну, как одна тысячная из того, что там есть. У тебя получилось это сделать? Переформатировать тело, да. Да. Да, да, конечно. Это бесконечное исследование. Дорогие зрители, на этот раз мы приготовили для вас сюрприз. Заинтригованы? Тогда смотрите сериал до конца. Чтоб не упустить свой шанс. Как не упустили свой шанс 15 лет назад основатели Картина ТВ. Крупнейшего сервиса интернет-телевидения. Который доступен по всему миру. Без кабелей, спутников и прочего. И в честь 15-летия мы дарим вам подарки. 15 дней пробного доступа. Представьте, как изменятся ваши выходные. Мягкий диван под попой, удобный пульт в руке. И вам открыт целый новый мир, в котором более 200 национальных телеканалов. И 9 видеотек. Здесь и эксклюзивные сериалы «Старт», а также видеотеки «Иви», «Море ТВ», «Премьер», «Мегаго», «Лава». Ну и, конечно, для ваших деток-конфеток есть «Союзмультфильм». Не привыкли сидеть на диване? Скачайте приложение на ваш телефон, как я. И смотрите любимый сериал хоть в амфитеатре, хоть в ресторане, хоть в аэропорту. Ну, круто же, а я что говорила? И это с прямыми эфирами и архивами на 2 недели. Как получать доступ? Прямо сейчас берем телефон, регистрируемся на сайте «Картина.тв», ссылка есть в описании. И далее вводим свой e-mail или телефон и оформляем подписку на 1 месяц или на 1 год с 15 днями бесплатного доступа. Смотреть «Картина.тв» можно на смарт-тв или на таких сервисах, как Apple TV, Roku, или просто скачайте приложение «Картина.тв» на iOS или Android. Ну что, пора возвращаться к нашим стартаперам? Многие, кто слышит про твой стартап, думают так, ну, значит, про то, как получать удовольствие в сексе. Наверное, у Алены был какой-то неудачный опыт в сексе, она проснулась, сказала, блин, да задолбали эти мужики. И ничего хорошего с ними не сделаешь. Есть правда в этом или нет? Как тебе идея пришла в голову такой стартап создать? Нет в этом никакой легенды и нет в этом никакой романтики. К счастью или к сожалению, просто мы, как любые другие, не знаю, участники бизнеса, рынка и так далее, мы просто мониторили ниши, которые растут. Твой личный опыт тебе же все равно наверняка как-то помогал. Вообще не было никогда сформулированного запроса у меня лично даже, да, на то, что, а может быть, секс может быть лучше? Да нет, ну вот он как-то происходит, то есть что-то вот случается у вас там, и ты думаешь, ну, не почувствовала ничего. Ну и что? Наверное, со мной что-то не так. 8 из 10 женщин не получают оргазма. Твоя сексуальная жизнь изменилась после того, как ты стартапом стала заниматься? Мы с тобой обсуждали тему секса, ты говоришь, она табуированная, люди стесняются. Я надеюсь, с тобой пытаюсь над тем говорить, ты очень сильно закрыта со мной, очень. Хотя ты фаундер стартапа про секс. Я не спрашиваю про то, какие позы ты любишь и не залажу в твое интимное пространство, но тем не менее, мне кажется, очень важно как раз говорить про то, что у нас какие-то были опыты, да, они не всегда приводили к тому, что ты испытывала там удовольствие. И то, как у тебя поменялась жизнь, например, поменялась, а может и не поменялась. Может, этот стартап ты создала для других девушек, просто зарабатываешь на них деньги, а как ты жила, так и живешь. Сейчас вот надо очень нам договориться, потому что это же очень персонал, ну, как бы это моя мама будет смотреть, папа. Ну, да, но они же знают, чем ты занимаешься, что у тебя стартап про секс. Ну, мои родители до конца не понимают, чем я занимаюсь. И это тоже одна из проблем индустрии. Не все готовы принять меня с моей миссией. О, Господи, не, ты просто меня вскрываешь этим. Мне стало удивлением, что ты сказала, что родители до сих пор не в курсе. Я думаю, что они догадываются. Я не вру, это точно, да, я не говорю, что... Нет, это там про медитацию. Нет. Но так, чтобы мы вот так вот с мамой могли сесть и поговорить на эту тему, вот такого еще не было. То есть для меня это определенный камин-аут сейчас. И это, кстати, большая проблема всех фаундеров, кто занимается вообще секс-тег-историей. Очень сложно маме объяснить, что, мам, это не проституция, это не порно. Я думаю, что время уже пришло. То есть я уже готова делать эти камин-ауты. Я готова говорить об этом открыто. Мне нравится тема секс-тека. Я хочу в ней оставаться. И я действительно вижу большую миссию в этом. Прежде всего, если уже что-то придумал, есть какая-то идея. Но первое, что нужно сделать, это просто посмотреть в интернете. И не только в своей стране, а вообще на мировом рынке, там в Америке, в Европе. Может быть, кто-то уже такое делает. Если ответ «да», это на самом деле хороший ответ. Это значит, что можно посмотреть, что можно улучшить. Но это улучшение должно быть радикальное. То есть кто-то что-то делает, вы можете это сделать быстрее, дешевле, лучше. Вы знаете как. Может быть, у вас есть какой-то специфический опыт, бэкграунд, есть какой-то инсайт. Это хорошо. Значит, есть рынок. Значит, на эту услугу, скорее на продукт. Потому что венчурные инвесторы, они дают на продукт. Значит, есть рынок, есть спрос. Это хорошо. Если такого вообще нет, вы придумали что-то новое, вам будет чуть сложнее поднять деньги. Потому что придется доказать, а зачем это вообще нужно. И почему это нужно сейчас. И почему именно вы должны это сделать. Это первый шаг. Любой венчурный инвестор, да и вы сами должны себе ответить на вопрос. А какую боль решает вас продукт. Потому что если нет конкретной боли, то денег вы не получите. Боль должна быть ярко выраженная, должна быть понятная. Приведу очень простой пример. Шазам. Раньше люди не могли, слышали музыку и не могли понять, кто исполнитель, чтобы добавить себе в плейлист. Появилось приложение, нажал кнопку. То есть очень очевидный, понятный механизм, какую боль закрывает продукт. Вот то же самое должно быть у вас. Ты работал в одной из самых крупных игровых компаний, Wargaming. То есть это же такой прям бренд, который сам за себя говорит. Почему ты ушел? Три года назад, будучи в командировке, я оказался в больнице, в реанимации. В реанимации? Да. К счастью, все хорошо закончилось. Так, а почему ты оказался в реанимации? Я оказался в реанимации, потому что мой организм забойнул. В какой-то момент было слишком много всего. Много стресса, перелеты, много работы, алкоголь. Честный человек. Слушай, а наркотики? Были? Нет. Чуть-чуточку. Ну, немножечко. Ну ладно. Ну ладно. Ну хорошо. То есть получается, ты доводишься до реанимации. Ты прям помнишь этот момент, когда ты там оказался? То есть ты прям в отключке был или как? Или ты в сознании все время был? Я был в сознании, но у меня было что-то с мозгом, и начала отниматься рука, нога, и я прям очень плохо себя чувствовал. То есть вот осознав, что жизнь конечна, заглянув в глаза смерти, понимая, что эта перспектива может произойти очень быстро, я задумался на тему, а чего же я в жизни хочу? Чем я хочу заниматься? На самом деле, если я вдруг уйду, что после меня останется, и зачем все это было, какой в этом сам смысл? После такого экзистенциального кризиса я осознал, что я хочу уйти из корпорации. Да, золотые наручники – это прекрасно. Ты получаешь хорошую зарплату, у тебя отличные условия работы, ты мотаешься по всему миру, тебе все оплачут, они решают тебя все вопросы с документами, ты чувствуешь себя в безопасности, стабильность, комфорт. Честно задаю себе вопрос, что в жизни я хочу делать, если убрать все, если нужно зарабатывать деньги, нужно соответствовать, нужно что-то еще, чем я хочу заниматься. И я понял, что я хочу создать продукт, который поможет большому количеству человеку почувствовать себя счастливее. С этого начался путь happy oil. Это не была идея стартапа, это было осознание того, что я хочу делать. А дальше, когда это осознание появилось, как часто в жизни бывает, если ты правильно формулируешь запрос, ресурсы, информация, люди вокруг начинают выстраиваться определенным образом. Мне позвонил мой партнер, кофаундер, Коля Сердочевский, с которым мы были знакомы 8 лет, и сказал, что он прошел очень похожую ситуацию, и пришел к похожему осознанию, и хочет создать продукт, который поможет большому количеству людей сделать это вместе со мной. И мы начали изучать, что такое счастье. А вот об этом мы поговорим сейчас. Вот я тоже подумала, твой проект про счастье, про хорошее настроение, правильно, от которым нужно делиться. И я хочу сегодня с тобой поделиться хорошим настроением. Субтитры создавал DimaTorzok Котя, вот сейчас в этом прекрасном виде, скажи мне, что такое счастье? Счастье – это проживать этот самый момент, кефовать им. А еще круто, если ты можешь поделиться теми, кто тебе близок, кто для тебя важен. Большинство людей живет на автомате. То есть мы просто живем в матрице, в какой-то рутине, в каких-то своих мыслях, и очень мало фокусируемся на том прекрасном, что есть рядом с нами. Всегда можно что-то найти, даже если у тебя плохое настроение, даже если на улице холодно, неважно. Всегда можно найти что-то, что прямо сейчас тебя может порадовать. Я сейчас беру, сняла видео, как на меня запрыгнул лемур, размещаю в хапио. Моя мама не может посмотреть, как на меня лемур запрыгнул. Она тоже идет в зоопарк, тоже снимает себя с тигром, например. Размещает, и мы потом видим, как мама сходила с тигром пообщалась, а я с лемуром. И не обязательно идти в зоопарк. Она может просто попить чай на балконе, если это подняло ей сейчас настроение, и это делает ее момент. И она все еще на балконе выкладывает, открывает таким образом фит, видит, что выложила ты, что выложили другие люди, на которых она подписана. И видишь, что, вау, ты, оказывается, в зоопарке лемуров кормишь. И она узнает об этом. Но как бы она еще об этом узнала? Конечно, очень важна команда. Потому что в самом начале вашего пути, когда мы говорим про предподсевной раунд, то есть когда до 100 тысяч долларов вы поднимаете от ангелов или от пресловутых 3F, это full friends and family, первые деньги. И даже на CD, когда у вас еще нет экономики, вам нечего показать. То есть вам дают деньги инвесторы, людям дают, то есть вашей команде. Кто разработчик? То есть обычно вообще два человека, фаундера считается по статистике. Это идеальное сочетание. Это инженер, разработчик, который отвечает за продукт. А второй человек отвечает за то, чтобы этот продукт соответствовал требованиям рынка, занимался маркетингом, бездевом, общался с клиентами и так далее. Поэтому если вы делаете технологический стартап, и ваш партнер не является техническим разработчиком, это уже плохо. То есть миф о том, что мы два классных фаундера, делаем маркетинг, мы наймем разработчиков, обычно это не работает. Ты релацировал сюда свою команду? Да. Сколько человек? Пять человек. Как дорого? Где-то по полторы-две тысячи на человека. То есть получается около 10 тысяч евро ты заплатил за команду частично, которую ты сюда перевез. Мы подошли к этому дому. Да. Вот это дом, офис, который Серега снял для своей команды. Да? Да. Сколько в месяц ты платишь за него? Три с половиной. Три с половиной тысячи евро за офис, который является одновременно и домом. Ну, вообще-то, наверное, не так уж и дорого. Еще и не платят за жилье. Ну, платят, но очень-очень небольшую стоимость. Так ты же платишь за... Ниже рынка с ребят беру. Ну, чтобы они не ощущали, что это все бесплатно. А, так ты с них еще деньги берешь? Конечно, немножко. А, я думала, что это... А сколько ты берешь? По 500 евро за комнату я беру. То есть, если бы они, условно, отдельно бы это арендовали... Если бы тебе не получился стальтап, то ты бы поехал в Геленджик, и у тебя бы сложилась карьера в гостиничном бизнесе. Ну, пошли, показывай. Пойдем, пойдем. Папа Карла наш. Привет, ребята. Привет, ребята. Как вас зовут? Давайте познакомимся. Вам сказали, у вас было задание изображать, что вы работаете у себя. Валентин. Валентин чем занимается? Программист. Зарабатываю. А, ну это вы зарабатываете большие деньги, да, здесь? Разработчики, да. Больше всех, конечно. А вы знаете, сколько ваш босс получает? Нет? А вот у вас какая, Валентин, зарплата? Ну, примерно. Средняя по рынку. Ну, 5000 евро есть? Чуть поменьше. Чуть поменьше. Ну, 4,5. Ну, где-то так. Ну, а тебе интересно, Серега больше тебя получает или меньше? Вот как ты думаешь? Что сказать? Я думаю, что у него... Должен быть самая большая вопрос. О-о-о-о! Валентин, зарплата. Мы это не репетировали, нет? Ну, то есть, индекс, знаете, индекс хорошего сотрудника. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, ребята, знаете, у меня какой к вам вопрос? А как вот вам жить и работать вместе? Вы как бы еще не возненавидели друг друга? Потому что, мне кажется, это очень сложно, когда ты вместе и живешь, и работаешь. Или нет? Или нормально? Ну, возненавидели, как обычно, всякие споры, там, и далее. Ну, личное пространство у всех разное, и люди и опыты у всех разные. Поэтому, кстати, конечно, сложно, но в целом, ну... Тяжело тебе с мужчинами, да, которые не очень любят убирать? Ну, это в том числе, да. Смотри, все просто. В какой-то момент у нас появлялась возможность, ну, я предлагал ребятам отдельную квартиру. Вот те новые, кто приезжал, они в итоге туда поселились. И когда был такой выбор, переселиться отдельно или остаться здесь, все ребята присутствующие решили остаться здесь. Поэтому это о многом говорит. Может, вы мне покажете, как у вас тут устроено, что? Пойдем, пойдем, посмотрим. Да, давайте. Собственно, здесь ребята работают и буквально за дверью отдыхают, кушают. Ничего себе. Что-то у них пространства для отдыха в три раза больше, чем для работы. Вот здесь мы изучаем, как должны быть устроены звездолеты. Моя игра про космос, где игроки исследуют космос, строят звездолеты, покоряют вселенные, взаимодействуют друг с другом и развлекаются, конечно. А на чем ты планируешь зарабатывать? За счет чего? За счет все тех же игроков. Потому что многие игроки какие-то есть и побогаче, и они просто хотят быстрее развиваться в нашей игре. Вот представь, ты пришел в игру, и ты находишься на правах студента, условно выпустившегося из университета. Ты можешь пойти, там, условно в пиццерию и готовить пиццу, ты можешь пойти в такси и работать таксистом, а можешь перепрыгнуть это все, сразу купить себе здоровенный звездолет, нанять себе команду и стать грозой космоса. А можете как-то показать, как у вас устроено быть наверху? И обратите внимание в тапочках, то есть все, все правда, понимаете? Трушность совершенно стопроцентная. Твоя комната, ты здесь живешь, у тебя здесь есть то, что ты отдыхаешь, ты музыкант. Дальше было, что ты делал? Ну, выиграл на литаре. Ну, музыкант. Просто, когда захотел кушать, стал проработать. Вот, вот. Это просто двор внутри нашего дома, здесь ребята отдыхают, здесь мы вечеринки проводим периодично. Ребята, а из каких городов вы приехали? Я с Минска, с Беларуси. Я с Питера. А по сколько вам лет? Мне 24. Мне 20. А ты заканчивал какой-то институт, университет? Нет. Ничего себе, а как ты научился делать то, что ты делаешь? Ну, изначально пошел на курсы по 3D-графике, там мы, собственно, с Виолетой познакомились. И потом, вот, повезло, смог найти Сергея. Мы смотрим не на дипломы, мы смотрим на опыт, на то, что получается. Например, вот с Лешей у нас была такая история, что у меня был довольно большой конкурс, там 100 заявок мне прилетело. Из этих 100 заявок в итоге 10 ребят начали что-то делать. И из этих 10 ребят вы в итоге остались и сделали что-то адекватное. Ну, там буквально несколько, и Леша была одним из них. Сколько тебе нужно денег? Много. Ну, сколько нужно денег? Для чего? Ну, инвестиции тебе. Ну, понятно, что не для отпуска с женой. Инвестиции сколько тебе нужно на твой стартап? Да, в данный момент мы 2 миллиона ищем. 2 миллиона евро. Раз. Два. Вот, парочку таких лимончиков нам и надо. Вот мы и подошли к инвесторам. Итак, кто же они такие? Великие и ужасные. Те, в чьих руках жизнь стартаперов. Давайте узнаем ответы от наших наставников. Кто такой инвестор? Мешок в виде. Инвестор – это человек, у которого есть мнение, но он за это мнение не очень крепко держится. И он хочет, чтобы были люди, которые попробуют его мнение опровергнуть или подтвердить. Инвестор – это тот человек, у которого есть колоссальный запас терпения. И социальная организация, которая дает деньги. И чтобы в течение определенного национального периода, 5-7 лет, выйти из инвестиций и заработать деньги. Человек, который дает деньги, тратит свое время, чтобы у тебя компания очень быстро росла. Когда вы работаете с инвесторами, когда вы с ними разговариваете, какие аргументы их убеждают больше всего? Цифры. Цифры. Ну, конечно, трекшн. Я думала, что наша идея или контент, который мы делаем, или наш подход, он сразит кого-то. В общем, была некая романтизация все-таки этого процесса. Сейчас я вижу, что only business. А с сексизмом ты сталкивалась? Ты у нас единственная девушка в проекте. И найти успешного фаундера было непросто. И вот мне интересно твое ощущение себя в мире мужчин. Это действительно гигантская проблема. Потому что женщины, на мой взгляд, работают чуть ли не в 2-3 раза больше иногда. Особенно на таких руководящих, может быть, позициях или ключевых каких-то позициях. Потому что тебе почему-то все время нужно доказывать, что то, что ты говоришь, подкреплено фактами. Что ты можешь быть хороша в стратегии. Что ты тоже умеешь оперировать данными какими-то. Что ты не глупая. Что ты видишь, куда должен идти продукт. Что ты понимаешь, сколько вам денег нужно. На что они нужны. Куда пойти там. И так далее. Но до сих пор я чувствую вот эту некую потребность постоянно подтверждать свои слова. И я это делаю. Это такой мой компромисс. Мир не приспособлен для сингл-матерей, особенно. Которые хотят еще что-то. Вне какой-то, не знаю, понятной, простой работы в офисе. Мир не готов. И на самом деле вот эта тема, наверное, триггерит меня больше даже, чем тема сексизма. Ты ни с кем не можешь пошарить ответственность. Ты никому не можешь сказать, слушай, там, свари макарошки сам, да, там, типа, приготовь. Нет, у тебя нет этого человека. Или там, например, просто выдохнуть, потому что ты знаешь, что у тебя есть второй человек, который, если что, там, тебя подхватит или засаппортит. Нет. Ты вот с такой головой. У меня, помню, вот так вот был ребенок, моя дочь, срыгивающая там после кормления. Я вот так вот это все вытирала. Я думаю, что многим матерям это знакомо, кто вообще сохраняет карьеру там и так далее. Ты просто вот так вот это все вытираешь и выходишь, садишься за руль и едешь, значит, там делаешь вид, что этого не было. Я не знаю вообще, как я выжила тогда, но какое-то вот это внутреннее топливо, когда тебе просто хочется жить. Я не считаю, что дети – это большое препятствие перед мечтой, перед какой-то сумасшедшей идеей, может быть, да, перед твоими возможностями. И более того, совмещать это очень сложно. Это требует гигантского количества сил. Но отказываться от мечты, от проекта, от стартапа, от классной работы, от классного времени – и от эмоций. Мы ценим каждый вклад в жизнь нашего проекта. Напомню, если вы в России, вы можете оформить подписку на платформе Бусти. Если вы проживаете в любой другой географической точке – Америка, Европа, Азия – тогда подписывайтесь на нашу платформу на Патреоне. Также вы можете помочь и спонсировать наш канал на Ютубе. Нажмите кнопку «Спонсировать» и благодаря этой кнопке вы можете оформить разовое пожертвование. Спасибо вам, что даете нам возможность снимать про удивительных людей из мира бизнеса. Самое время начинать путь трансформации. И сегодня участников шоу «Акселератор» ждет первое испытание. Для меня было очень важно, чтобы в проекте была девушка. Потому что, как и в первом фильме, и в этом большом сериале, мне очень хочется, чтобы мы какой-то баланс соблюдали. Девушка, негр и гей. Ну да. Я девушка. Так, так, так. Я не понял, а у меня есть доказательства. Ну, знаешь. Что я не негр. Так, работаем, ребят? Хлопаемся? Так, а что, работаем? Что делать-то? Берем. Что делать-то? Показываем. Слушайте, ну, во-первых, мы впервые с вами встречаемся вместе. Ура! Наконец-то. Сегодня вообще какая-то движуха намечается. Я готов к любому развитию событий. Когда ты села в машину после наших с тобой съемок, ты подумала, что нахрен я во все в этом вязалась? Честно, я сильно устала, потому что это было суперинтенсивно и эмоционально. Но мне интересно, чтобы быть дальше, поэтому я здесь снова. Как вы оцениваете друг друга? Мне кажется, мы самые такие инновационные, самые необычные, самые рисковые стартапы на Кипре. Обычно все люди как-то так вот, есть проторенная бизнес-модель, мы туда идем, так немножко потвикали, подправили, а мы такие прямо жуха с обрыва. Получится, не получится, посмотрим. Ты ищешь инвестиции? Мы сейчас, да. Ален, что у тебя с инвестициями? Ты их ищешь, ваш стартап нуждается? По стадии, то есть у нас сейчас 7 тысяч платящих юзеров и рейт, которая растет там каждый месяц на 20%. Рост стабильный, то есть это значит, что мы показываем трекшн. Чувство зависти есть, ребят? Сейчас появляется вот эта вот ненависть. И тысяч платящих пользователей это уже хотя бы что-то. Нам немножко. Кость, расскажи, что у тебя со стартапом? Мы записываем это интервью 4 марта. И через неделю мы будем понимать, как сложилась твоя судьба. Что в итоге со стартапом? Жив или умер? Стартап жив, пока живые фаундеры. Так, хорошо. Мы с командой и с партнером поговорили, все взвесили, поговорили с инвесторами и поняли, что мы слишком далеко докопали. Мы введем в то, что эта история имеет потенциал и будет работать, и мы не готовы сдаваться. Сейчас мы привлекали деньги, пока не привлекли, а при этом продолжаем все равно фигачить. Ну что, ребята мои стартаперы дорогие. Сегодня мы с вами здесь собрались впервые все вместе, и это не случайно. Стартап – это такой отважный, смелый шаг, который вы когда-то сделали. Вы шагнули в пропасть, вы шагнули в неизвестность. Это риски, риски, которые вы на себя берете. Вы рискуете каждый день, вы берете ответственность за команду, вы конкурируете, вы сражаетесь за жизнь своего стартапа, вы ищете инвестиции. И сегодня мы поможем вам стать еще более смелыми, еще более отважными. И в этом вам поможет наш наставник. Готовы встречать его? Как это надежно все прицепить. О, господи. Ай, еб твою мать. У тебя все получится, давай, беги, беги, беги. Мы ужасно волнуемся, как она. Это же жизнь. Ты можешь здесь, чтобы жить. Я сейчас не буду тебя. Спасибо. Просто сейчас не могу. Я супер искренне, потому что, ну, как бы, это не шаги для меня. Наши бизнес-менторы прямо и честно скажут об основных ошибках стартапа, ну, и помогут найти правильное решение. Волнуешься? Вперед встреча. Тот самый единственный эпичет, которого ты добивался всю жизнь. Я в таком виде вообще приду к двери. Ты понимаешь, что я не попрошайка, не ты попрошайка против инвесторов денег. А ты даешь инвесторам возможность вместе с тобой… Ты даешь им шанс. Ты даешь им шанс зайти в крутую историю, стать частью крутой истории и заработать денег. У меня вопрос, на самом деле, он очень финичный. А что я заработаю? Кто-то говорит, я хочу срубить баба. Кто-то говорит, я хочу славы. Кто-то говорит, я хочу признание. Это разные вещи, да? А кто-то говорит, я вот вижу, что в этом месте мир фиговый, я могу сделать его лучше. Такие штуки, они сильно меняют мир. Продолжение следует...